ну что всем привет смотрите ребята какая посылочка ко мне пришла посылка на самом деле пришла из японии замечательный человек из ладивостока ее доставил и привез смотрите made in юссей сейчас покажу расскажу что это покажу и расскажу вот друзья мои это примус колман 502 ну или калиман 502 говоря по-русски совершенно новый сохранение пришел ко мне с японии бумажками со всеми сервисное руководство руководство по эксплуатации как использовать его здорово здорово и смотрите ох на ее прямо на ее отложим пока сторону вот такая история сразу отвечу на вопрос наверняка будут писать что калиман неправильно называть надо коллман но на самом деле название и то и другое правильно то есть калиман это уже адаптированная русская версия названия точно так же как скажем не бмв не samsung нигде больше в мире так не называют а то есть каждых странах есть там по-своему называют все бренды поэтому не надо к этому придираться к лимана это уже давно так адаптирована российская ну и колман тоже правильно это прям английский вариант но этого как вы переходите на английский язык я так его называете смотрите прямо новенький красивенький выпущен феврале 73 года то есть он старше меня это ему больше 50 лет лежал себе дожидался и вот такими мудренными дорогами путями попал из америки в японию из японии через владивосток попал ко мне попозже мы его запустим это же постараюсь снять как он работает показать его обзор уже в деле а сегодня хотелось бы просто показать его пока он еще не тронутый до работы пока он сохранился в таком виде какой он был произведен конструкции довольно простая понятная крышка бачка куда заливается топлива стандартный калимановский насос который нужно затыкать пальцем затыкать чтобы накачивал дальше запорный кран то есть он прикрывается немного для запуска дальше он открывается уже вовсю его им горение не регулируется это просто запорный запорный кран вот это вот этот краник это как раз регулирование горения и прочистки форсунки то есть в одном положении он еще и там иголочка прочищает форсунку атака делается сильнее слабже довольно прочный таганок но судя по всему выдержит большую нагрузку мне больше нравится чем у современных моделей ну и главная особенность что здесь прямой генератор который позволяет разбирать и прочистить в случае необходимости то есть если уж такая нужда вдруг возникнет то и придется поработать на обычном автомобильном бензине то этот генератор вполне реально прочистить если вам нравятся примусы фирмы калиман и вы рассматриваете какой примус все-таки выбрать и купить то мой совет такой 533 модель который сейчас выпускается и продается она конечно хорошая она надежная и в общем-то больших вопросов к нему нет но все-таки некоторые недостатки у нее есть я считаю что все что было выпущено до 533 все-таки лучше чем 533 брать поэтому если у вас есть возможность или желание я вам рекомендую посмотреть на более старые модели которые на рынке слава богу присутствуют как в новом состоянии так и не в новом вот например мне тоже подвернулась новым но и бушных вариантов тоже много вот покажу его еще разочек посмотрите какая красота какая красота пока он новый специально решил снять видео не знаю как потом но вот мне сейчас он очень нравится такая игрушка так 502 конечно со временем красочка облезет хотелось бы может быть его покрыть порошковой краской но не знаю где взять вот все такие наклейки если кто знает подскажите то есть если реставрировать его то на какой надписи хотелось бы тоже сохранить или или нанести аналогичные ну что ребятки на этом все как дойдут дороже до использования я постараюсь тоже снять видео покажу вам как он работает ну и саму мне тоже это будет интересно всем пока до встречи на канале